Если наступила пятница, значит свежий номер Одинцовской недели уже ждет своих читателей. Что на его страницах? Глава Одинцовского муниципального округа Андрей Иванов провел совещание на высшем уровне в поселке Путевой. Если вы, дорогие телезрители, спросите, кто это рядом с Ивановым, отвечу, это советницы. А какие советы они дали главе округа, читайте на девятой странице. Я раскрывать подробности не стану, чтобы сохранить интригу. Областные новости. Точнее и областные, и муниципальные одновременно. Потому что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Одинцовский муниципальный округ. Расположение 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке. Приехал на день рождения этого подразделения, хотя дата не круглая, 29 лет. Еще одна областная и одновременно Одинцовская новость. Трансформация стоматологических клиник. Она идет в Подмосковье. И, конечно, в нашем муниципальном округе тоже. Причем речь идет о государственных клиниках. К высокому уровню обслуживания в частных стоматологиях мы уже привыкли. Настал черед учреждений общедоступных, работающих по полисам медицинского страхования. На планерке у главы обсуждались несколько вопросов. Один из которых – кадровое обеспечение Одинцовской медицины. За год в округ пришли на работу 300 врачей и сотрудников среднего медицинского персонала. «Надо создать такие условия для врачей и медсестер, чтобы мысли не было увольняться», – сказал глава округа Андрей Иванов. Отличный план. А сотрудники муниципальной администрации докладывают о ходе работы по строительству и ремонту образовательных учреждений в округе. До начала учебного года остается всего месяц. Тема очень актуальна. И чтобы успеть, подрядчики привлекают дополнительные силы строителей. Одинцовы заливают дожди, гремят грозы. Да какие! Жители города под ударами стихии показали себя очень достойно. Демонстрируют взаимовыручку, сочувствие и даже рыцарство. Водитель, заглохшего в воде маршрутного такси, на руках вынес из салона всех оказавшихся там женщин. 22 июля – день памяти летчиков, защищавших подмосковное небо от немецких Люфтваффе. Дата осталась в истории потому, что в этот день произошел первый массированный налет на столицу. Хорошо подготовившиеся к вражеской атаке советские летчики успешно ее отразили. Работали истребители ПВО с двух аэродромов нашего округа – из Малых Везем и Кубинки. В наши дни функционирует только Кубинка, хорошо известная всем любителям авиации. В память первой победы под Москвой члены местного аэроклуба устроили воздушный праздник. И в этот же день, 22 июля, Одинцовский спортивный парк вновь принял претендентов на победу в Кубке президента Федерации шахмат Московской области международного гроссмейстера Сергея Корякина. Попытать счастье приехали полторы сотни шахматистов, в основном молодежь. Сергей Корякин провел сеанс одновременной игры, раздал автографы и охотно сфотографировался с болельщиками. А среди победителей и представителей нашего города. Наш курортный аналитик Елена Щукина исследует вопрос существенного подорожания летнего отдыха. Касается он в основном поездок за рубеж. Даже находившаяся в сегменте относительно недорогих поездок Турция стала не очень-то доступной по деньгам страной. Есть ли альтернативы и куда лучше поехать, чтобы не совсем уж разориться на отдыхе? Читайте в Одинцовской неделе. А вообще доктор Антон Палчехов, например, работавший в Звенигородской больнице, летом любил в Подмосковье отдыхать. Красиво, уютно, по-домашнему, по-дачному. Московские барышни в красивых нарядах, летние романы на свежем воздухе, прогулки по живописным окрестностям. Что может быть лучше? Звенигородцы до сих пор своего доктора вспоминают и проводят его честь фестиваль. В колонке происшествий интересное сообщение. Лесники оштрафовали за разведение костров жителей Новой Трехгорки. Шашлыки, конечно, все любят, но ведь нельзя огонь разжигать в пожароопасный период. Вон, посмотрите, что в Греции опять творится. Сейчас у нас, конечно, ливни немного снизили пожарную напряженность, но все-таки лучше воздержаться. Штраф, между прочим, до 50 тысяч. Но за такие деньги вам шашлыки из ресторана 10 раз могут привезти. А на этом все. Последняя страница номера закрыта, я рассказал его содержание лишь вкратце. А если вы хотите подробностей, ищите свежую Одинцовскую неделю в фирменных вкладках распространения. Впрочем, доступны мы и в интернете. Вот наш адрес. Субтитры создавал DimaTorzok